В селе Семилей проходит дорога на Пензу. Движения довольно активные. Мост через реку Вьяс пришел в аварийное состояние. Работу по реконструкции начали в январе этого года. Мост укрепили, теперь он выдержит вес больше грузных автомобилей. Строители выполнили все работы в отведенный срок. За это их поблагодарил глава Мордовии. Строение. Отлично. Все в порядке. Все в порядке, да? Все в порядке. Вовремя. Зажаем срок и закончили. Раньше срок. Молодцы. Только важный очень объект для жителей села. На капитальный ремонт затратили более 22 миллионов рублей. Причем работа впереди большая. Дело в том, что подобные мосты строились в 70-е годы прошлого века. И почти 13% из них сейчас нуждаются в ремонте. Тем более, что современные большегрузные автомобили отличаются от машин, на которые были рассчитаны мосты полвека назад. Около 47 мостов, они в аварийном и предаварийном состоянии. И не в удовлетворительном состоянии 200 мостов. На необходимый капитальный ремонт 47 мостов выделено порядка 5 миллиардов рублей. Глава Мордовии на федеральном уровне выступил с инициативой о введении в стране нового национального проекта, касающегося приведения в порядок мостового хозяйства. Это дело ближайшие перспективы. Пока же жители Семилея поблагодарили Владимира Волкова за новый мост. Затем глава Мордовии отправился в агрофирму Норов. Там с прошлого года реализуется крупный инвестиционный проект по производству мяса индейки. Сейчас уже построено 7 корпусов. С начала года труженики Норова произвели 1000 тонн вкусного и полезного мяса. На данной площади 1600 квадратов мы содержим 8000 голов. Птица здесь содержится от момента посадки и до убоя. Один цикл составляет порядка 150 дней. Это из подготовки уже к последующему заселению. Главе Мордовии рассказали, что в начале будущего года построят еще два корпуса. Каждый из них рассчитан на содержание 8000 индеек. До 2022 года планируют возвести 6 корпусов. При выходе на полную мощность производство мяса индейки в Норове составит 3000 тонн в год. Далее руководитель региона побывал на поле, где выращивают сою. В это время там как раз шла уборка. В Норове соя идет на корм скоту. Обсуждали перспективы увеличения посевных площадей. Потому что выращивать эту культуру гораздо дешевле, чем покупать. Там же, на поле, затронули тему начала отопительного сезона. В Качкуровском районе все социальные учреждения уже отапливаются. Сегодня у нас детские сады, школы, доп. образование. Все учреждения затоплены. Конечно, есть проблемы по трем школам. Но мы надеемся, все проблемы мы решим. И с понедельника три школы тоже затопим. В райцентре Качкурова Владимиру Волкову показали ход благоустройства парка. Это будет современная территория, где можно гулять, заниматься спортом и отдыхать. Дорожки. Во-первых, мы их пошире сделали и положили брусчатку. Здесь завязали грунт. Все деревья, которые были ранее, все гнилые. Все мы их убрали. Вот эта зона у нас, значит, вот здесь была непроходимая роща. Туда эти здания не было видно раньше. Это все выкорчевывали и все убирали. Значит, вот эта зона, она еще не завершена. А вот мы посадили сосенки по ряду, и там еще сосенки по ряду будут. В Качкурово парк откроют через неделю. Ранее такие же зоны отдыха появились и в других городах и районных центрах Мордовии. Также главе республики показали недавно построенный жилой дом. В нем индивидуальное отопление и горячая вода. В каждой комнате теплый пол, установлены двери, сантехника и кухонная плита. Он полностью готов встретить новых жильцов. Стоимость дома вместе с земельным участком в полторы тысячи квадратных метров – 3,5 миллиона рублей. Такие дома можно строить по программе льготной сельской ипотеки. Владимир Волков поставил задачу перед строителями поработать над снижением себестоимости квадратного метра до 18 тысяч рублей. В таком случае сельская ипотека может стать по-настоящему массовой. Вячеслав Кузьменко, Станислав Семин. Народные новости.